Продолжение следует... Это я виновата. Весь день себе места не находила. Я как чувствовала, что что-то случится. А я только о себе думала. Ну, горе-горе, а надо домой ехать. Я больше забыла в холодильник поставить, боюсь, что мне скис. Мама, там Генку завалила, а ты про борщ. А что нам здесь до утра стоять и ждать, пока нам сообщат, что они погибли? Хорошо. Вы идите домой, я здесь останусь. Так, пожалуйста, не надо плакать. И так тошно. У меня муж погиб, может быть. Но я же держусь. Домой идем. Если что, я позвоню. Судьба. Так, Максимович, ты давай, выберемся. Держи. Держи. Иди сюда. Иди сюда. Вот так. Так, стойте, сюда нельзя. Нельзя. Стойте здесь, все. Нельзя, девушка. Генка. Живой. А где папа? Дед. Нормально. Все нормально. Максимович. Цел. Цел? Все, нормально. Дайте ноги, все нормально. Назад. Отойдите. Папа. Стойте. Все, все, все. Все, слава богу, живой. Спасуй, спасуй, не переживай. Живой, слава богу. Все нормально. Ну что, может, еще по одной за твой приезд? Ну, чего? Я говорю, еще по одной за твой приезд. А, нет, я не хочу, спасибо. Ты не хочешь пить? Ну, что это случилось с нашим обезбашенным другом и верным соратником? Никит. Это на тебя так провинция действует? Такое ощущение, что ты исполнишь нам сейчас романс. Может, он улюбился? Кто? Никита? Да нет, Никита у нас по женской части кремень. Так ведь, Никит? Или, может быть, тебя в этом Рудогорске кто-нибудь да и напоил любовным зельем? Ну, посмотри мне в глаза, скажи мне правду. Слышится, да? Да хватит этих шуточек. Я... Я мелодию потерял, которую написал. Ну, так напиши еще, в чем проблема? Ничего вы не понимаете. Это лучшая мелодия, которую я когда-либо написал. Ну, ты, естественно, не пересохранил, да? В том-то и дело, что флешка, на которой мелодия, она у девушки осталась. У танцовщицы, мотылька. Ну, танцовщица. Она мотылек. Господи, как это романтично. Слушай, а может, это судьба? Точно, 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 это судьба. У тебя рожа такая, как будто это действительно твоя любовь. Так. Знаете что, валите отсюда, а? Я попробую вспомнить и записать. Нет проблем. Крошкой мы валим. Не будем мешать гению, пускай он пишет. Пойдем. У нас сегодня очень важная вечеринка. Тусовка. Поэтому смотри, не подведи нас, Никит. Угу. Никит, а может, ты повторишь свой шедевр для мотылька? Я бы послушала. Ну, ты же не понимаешь, дело не в музыке. Дело в музыке. Так, все, валите. Капельница, и все. Здравствуйте, доктор. Ну, что, как там папа? Ну, я хотел бы вам сказать что-то обнадеживающее, но... Состояние очень тяжелое. Нужны лекарства и... Недешевое. Насколько недешевое? Ему нужно в Киев. Если в ближайшее время не отвезти, то он может остаться инвалидом. Толя, я сегодня улетаю, хочу быть уверенным, что с тобой все в порядке будет. С одной и так все в порядке. Живой же. А я хочу, чтобы ты еще и здоровым был. Внуков дождался. Вот тут немного на лекарства. На первое время. Забери это. Ну, к чему эта гордость, скажи? Звони, если что. Хорошо? Да пошел ты. Вот ведь баран упертый. Давайте, привет. Привет, папа. Присядь. Присядь. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Я поговорила с доктором. Мы тебя вылечим. Теперь я позабочусь о твоем здоровье. Гариша, я проживу столько, сколько мне Бог отмерил. Нет. Я просто так от тебя не отстану. Послушай меня. Там у нас дома. В тумбочках по телевизорам. Третий ящичек снизу. Я там делал заначку. Это для тебя. Я думал, на учебу, на институт. Так это замечательно. Мы эти деньги потратим на твое лечение. Никакого лечения. Ты танцуешь. У тебя талант. Ты должна эти деньги потратить на себя. Ты меня поняла? Поняла. Вот и умница. Не понял. Кто разрешил посещение пациентов? Он еще слишком слаб. Ему нельзя нервничать. Давай. Давайте, давайте, давайте. Доктор, я смогу дойти деньги на перевоз отца в Киев. У нас есть кое-какие сбережения. Ну, допустим, но ведь вам же потребуется лечение. Возможно, даже операция. Это огромные деньги. Я все понимаю. У меня в Киеве есть работа. Меня пригласили в танцевальный коллектив. Ну, какие танцы? Ну, абсурд. Ну, ты же хромаешь. Моя нога намного лучше. И вообще, это не ваше дело. Ваше дело подготовить Анатолия Максимовича к транспортировке в Киев. Однако, да, решительная девчонка выросла у Золотенко. Что? Что это у тебя? А ну, покажи. Деньги? Откуда? Дай сюда. Ну? Это на лечении. Мы с папой едем в Киев. И там ему обязательно помогут. А зачем же в Киев? В Рудогорске тоже врачи есть. Вот. Нам не сказали ехать в Киев. Уже все решено. А что ж ты с нами не посоветовалась? И принимаешь такие решения сама? Ведь мы же семья. Леся! Иди сюда. Что еще? Что надо? Посмотри на нее. Она все сама решила. Все. Решила она деньги прикарманить. В Киев она собралась. Знаю я твой Киев. И почему намылилась, тоже знаю. А еще прикрывается болезнью родного отца. Бестыжая. Дай сюда деньги. Нет. Да какая вы семья? Если вы ему денег на лечение дадите. Я же ничего не понимаю. Какие деньги? Вы что, полумели? А те деньги, которые тебе бы на преданное пригодились, а не на Шуры-Муры вот этой бесстыжей. Какой мне стыдно. Папа в больнице. И он своим трудом эти деньги заработал. А ты меня не стыди. Я в своем доме хозяйка. Что хочу, то и говорю. Что хочу, то и делаю. А если ты такая самостоятельная, то можешь уходить. Убирайся вон. Ты больше не наша семья. Последний раз тебе говорю отдай деньги. Нет. Это на папе на лечение. Чтоб я тебя больше в нашем доме не видела. Чтоб духу твоего здесь не было никогда. Леся. Ты че? Ты че? Ты че? КОНЕЦ Ребят, можно минуточку внимания? Я тут трек один написал. Вдохновлен был одной прекрасной дамой. В общем, вашему вниманию танец мотылька. Чего это за туфта? Это что, лучшая романтическая композиция? Ребят, кто выбрал нашего диджея? Ну, пойдем. Отдыхайте, друзья, отдыхайте. Старик, а что происходит? Ничего не происходит. Понимаешь, я... Сидит этот трек, сидит вот тут внутри. Я повторить его не могу, не могу его записать. Ну, видимо, нет вдохновения без этой девчонки. Никит, как по мне, так очень романтично. Тебе нужно обязательно ее найти, чтобы забрать хотя бы свою флешку с музыкой. А, найдем. Слушай, Никит, давай сегодня без импровизации. Понял? Да, найдем. У-у-у! У-у-у! Идем в клуб тусить. Ты едешь с нами? Я пас, сегодня без меня. Езжайте. Понятно. Нет, ты не пас. Ты поедешь с нами. Да перестань ты. Ну, хватит тебе киснуть. Расслабься, дни их. Все же хорошо. Давай, я тебе клубного покажу. Садись. Достал! Привет. Не достал, а тебе понравится. Ну, вы же понимаете, что в Киеве этих крох хватит только на первое время. А дальше потребуются деньги. И серьезные деньги. Я все понимаю. Я заработаю. Не думаю, что ваша бедная нога выдержит такие нагрузки. Выдержит. Потому что другого выхода заработать на лечение отцу у меня нет. Ладно. Вот, возьмите марш четыре раза в день. Не забывайте. А сколько стоит? Началось. Начнете давать деньги, заберу назад. Спасибо вам огромное. Ну, ладно. Заболтался я тут с тобой. Нужно поторопиться отправлять, Максимыч. Еще раз спасибо вам. Всего хорошего. Ты давай, Максимыч, держись там. Генка, не даешь ты мне спокойно побереть. Так это все, Карина твоя. Я же еще в шахте хотел тебя бросить. Ну, хватит глупости говорить. Шутники. Генка. Я никогда не забуду, что ты спас жизнь моему отцу. Спасибо тебе огромное. Криш, хочешь, я с тобой поеду? Работу здесь брошу. Начнем с тобой все сначала. Одну минуту. Пойми, Генка, дело не в тебе. Просто замужество пока не входит в мои планы. Главное, моя любовь, это танец. Только танец? Прости меня. Да что ты. Все в порядке. Я... Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Извините. Да. Пока. Ничего, ничего. Все, что не делается, все кучше. Что ты мямлишь, что ты мямлишь? Мне факты нужны, я все равно разберусь. Кто виноват в этом бардаке на шахте? Вся документация у Тараса Львовича. Я сегодняшнего дня начинаю собственное расследование случившегося. И все, кто виноват, отгребут по полной. Я тебе обещаю. Глеб Аркадьевич, дело в том, что я человек не... Да что ты себя выгораживаешь? А я ведь знаю, что вы с Тарасом в одной упряжке. Шахтеры говорят, что во всем случившемся виноват Тарас. Где он? Почему не отвечает на телефонные звонки? Я не знаю. Богом клянусь. Найди его. И наш с тобой разговор не закончен. Ты не ожидал. Привет, слушай, у тебя там лифт не работает. Да, к тому же ты говорил, что я даю тебя в первую очередь, брат. Боже мой, как ты здесь живешь? Просто нора какая-то. Сам ты нора. Чем обязан твоему появлению? Вопрос-то перекантоваться надо. Как это связано с аварией на шахте? Слушай, если хочешь выгонять, выгоняй. Но если ты действительно такой благородный, как любишь прикидываться, ты брата не бросишь. Да живи. Сколько влезет. Отсюда звонил, он тебя ищет. Нет, нет, нет. Он пусть остынет. Когда вернется с командировки, я ему перезвоню. Подожди, я тут, я тут кое-что понял. А сколько жертв, жертв было на шахте? Да, да не было никаких жертв. Ну, там всех привалило, ну, и сразу потом вытащили оттуда. Кроме двоих. Вот им вот действительно досталось. Ну, и что с ними? А тебе какая разница? Ты же все равно в Рудогорске никого не знаешь. Или ты решил приобщиться к семейному бизнесу? М? Ага. Да. Не знаю, все. А ты куда собираешься? В Рудогорск. Ты что, с ума сошел, что ли? Я сам оттуда еле ноги унес. Я просто, кажется, понял, почему я не встретился с одной девушкой. Назначенное время в назначенном месте. Подожди, с какой девушкой? Ты вообще можешь объяснить, о чем ты говоришь? Не важно. Так, ладно, хорошо, едь куда хочешь. Только пообещай мне, своему брату, что ты отцу не скажешь, что я у тебя. Ты обещаешь? Переживай, я никогда не был балаболом. Кажется, мелодию вспомнил, которую долго не мог вспомнить. Все, живи. Кажется, мелодию вспомнил. Кажется, мелодию вспомнил. Кажется, мелодию вспомнил. Что-то ищете, девушка? Наверное, я ошиблась. Я увидела тебя Здравствуйте Я знала, что ты смелая и обязательно приедешь Это то, что я подумала? Ну что ты, никакого стриптиза Мы здесь просто репетируем Слава Богу Просто когда-то с хозяином этого клуба мы танцевали в паре А сейчас он пустил сюда Церцеве практически бесплатно Но если я увижу кого-нибудь на шесте Выгоню в ту же секунду Ты готова приступить к репетициям? Ну конечно готова А как твоя нога? Не волнуйтесь, уже все в порядке Ты уверена? Да Ну хорошо, тогда пойдем Спасибо И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь И раз, девочки, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и рам-пам-пам Боже, а что ты делаешь? Нужно носок тянуть вот так вот, понятно, а не так, как ты Девочки, перерыв пятнадцать минут, Лада, ко мне Прояви, пожалуйста, сдержанность Она новенькая, ей нужна твоя помощь Хорошо Подружись с ней Хорошо Молодец Значит так, деточка Это тебе не сельский клуб Если ты хочешь тут работать, то нужно стараться А что с тобой? Тебе больно? Немного больно Только, пожалуйста, не говори ничего, Элине Да я же не стерва А как ты с такой ногой работать будешь? Ничего, буду терпеть А может, не надо таких жертв ради искусства? У меня отец в больнице Нужны на лечение деньги, большие деньги А эта работа единственный способ их достать Ну да, Элина, конечно, странная, но гонорары у нее хорошие Ну, с такой прединвалидностью ты долго не протянешь Ничего, прорвемся Пошли Проблемы? Нет, нет, все хорошо Там просто пол неровный Прошу, постоянно отшлифовать никак не сделают Ну, прекрасно Мы можем продолжить? Да Хорошо, тогда по местам Девочки, продолжаем репетицию Быстро, быстро, быстро И раз, и два И раз, два, три 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 Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ого, сколько времени прошло. Ладно, стоп, девочки. На сегодня мы закончили, хоть ничего и не успели. Можете расходиться по домам. А ты сейчас куда? Тебе есть я остановиться? У меня. Да? Вы уже подружились? А при чем тут дружба? Я же скоро съезжаю и Стас уже не отвертится. Пошли. Ну хорошо. Девочки, только отдохните. Хорошо. Спасибо вам. Пошли. Здесь очень красиво. Впервые в Киеве? Да. Ну ничего, скоро привыкнешь. Даже надоест. А пока у меня поживешь. Коммуналка, конечно, тесная, но зато в красивом месте. А ты как? А я уже давно позаботилась о своем дальнейшем проживании. Стас у меня такой кадр. Не хотел жениться. Только бы по клубам шлялся. Ты его очень любишь? Кого, Стас? Да. Ты что, с луны свалилась? Думаешь, замуж выходят только по любви? Вот что я тебе скажу. Какая любовь? Пожить бы и пожить бы хорошо. Нет. Мне кажется, что ты нарочно это говоришь. Надо любить. Ведь это самое важное, что может быть в жизни. Ну да. Девушка из прошлого столетия. Ладно, потом поговорим. Нам туда. И что я тебе скажу, Стас от меня больше никогда не убежит. Чего задумалась? Да так. Да ладно, рассказывай. А то мы все время про меня, да про меня. Парень есть? Да, вроде как есть. Хотя, точнее сказать, нет. Это, как понимать, женатый, что ли? Да нет. Просто я ничего о нем не знаю. Даже не знаю его имени. Только то, что он работает здесь в Киеве. Диджеем. И все. Так. Во-первых, возьми мазь. Полечись. Друг из Таиланда привез. Спасибо. А во-вторых, диджей, а это не тот, который вас в Рудогорске зажигал? Диджей Ник, кажется. Да? Слушай, ну он симпатичный. Я тебе даже завидую. Да что тут завидовать? Я даже не знаю, как мне его найти. Так, а проблема в чем? Сейчас мы его найдем. Диджей Ник. Так. Черт. Надо за интернет заплатить. Но ничего. Ты пока отдыхай с дороги, а завтра мы с тобой поедем по ночным клубам. Заодно знаешь, что такое столичная жизнь. Я еще никогда в жизни не была в клубе. Тебе понравится. Альба, привет, это я. Я в Рудогорск переехал, надо встретиться. Ты где? Понял, хорошо, сейчас буду. Давай. Кто тебя днем с огнем не найдешь? Сегодня, когда я улетаю с Громани, ты как снег на голову. Пап, можешь мне рассказать о девушке фото, которое мы видели на флажке? Помнишь? Ты о Ване? Да, можешь рассказать о ней. А чем тебе это надо? Это лично, и так у меня дело выше крыши. Пап, понимаешь, возможно, возможно, флешка, которая тебе нужна, она находится у дочери, этой Анны. А флешка, это единственная причина, в которой ты хочешь найти эту девушку? Нет, я... Я влюбился. Я влюбился, как никогда. Я видел ее всего один раз, но она... Она чудесная. Она... Она какая-то нереальная. У нее такие глаза. Я поэтому и в Киев поехал. Мы договорились с ней встретиться на вокзале, перед поездом. Но она... Она не пришла. Так, может, передумал. Да нет, пап. Я все равно, я должен ее найти. Может быть, ты помнишь, где она жила? Улица, дом, квартира, все что угодно. Город, он маленький. А я... А я твои документы в госкомиссию в Киеве завезу. М? Ну что ж, у меня со мной не получилось. Может, у тебя свят очередь получится. Ну как же вы не знаете? Почему я должна докладывать каждому встречному? Понятно. Никит. Тебя ждать или нет? Здрасте. Здравствуйте. Пора в аэропорт. Не, пап, не жди. Спасибо. Спасибо, что помог. Так вы сын Льва Аркадьевича. Ну а кому же мне еще помогать, как не сыну Льва Аркадьевича? Пока. Так вы в дом заходите. Я вас не признала. Заходите. Мы очень рады. А я и не знала, что у Льва Аркадьевича еще один в наличии сын имеется. Так что, это ваша дочь танцевала, а танец мотылька? Да, она с детства танцы любит. Танцует, танцует. Как ее зовут? Олеся. Олесенька. Олеся? Да, только ее сейчас нет дома. А где она? А где она? Она в Киев уехала. Как же я сразу вам не сказала. Вы ей тоже очень понравились. Так понравились, что она умчалась в Киев вас искать. Как она меня поехала искать? Конечно. А как она меня найдет? А вы адресочек напишите? Да, сейчас. А вы номер, можете номер мне ее дать? Я, я, я ей позвоню. Никак не могу. Она мне говорила, что она купила там киевскую новую сим-карту. Понятно. Вот, вот номер. Адрес. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Я побегу тогда. Да, да. Да, и чуть не забыл, вы не знаете, не видели, флешка такая, она в виде туфельки, красная туфелька, очень нужна. Конечно, видела. Это туфелька у Лесси, именно по этой туфельке вы узнаете, что это она. Помните, как в сказке? Спасибо, я побегу. Удачи! Где ты шляешься? Я тебя жду, ищу. Я для тебя богатого мужа нашла. Да, да. Мама о тебе позаботилась. Да. Домой быстренько. Все будет хорошо. И раз, и два, и три, и четыре. Девочки, нужно стараться. У вас на носу гастроли в Гонконг. Карина, тебе нужно стараться больше всех. Дотягиваем, дотягиваем, дотягиваем. И раз, дотягиваем. Больно. Ты приоденься, накрасься, каблуки, грудь, чтобы он увидел, какая ты красавица. Мама, а вдруг он поймет, что это не я? Он же меня видел на балу. Да не поймет, он тюхтя. Тарас посмышленнее будет, а этот, он поверит всему, чему угодно. Или ты хочешь просидеть в этой берлоге всю жизнь? Ага, сейчас. Флешка, не потеряй. Телефон и адрес у тебя есть. Лесечка, ты должна его окрутить, понимаешь? А потом ему уже будет деваться некуда. А Карина, не Карина, какая разница? Мужики, они ко всему привыкают. Ко всему. Тяжелейшая травма. О танцах сейчас не может быть и речи. Это надолго? Без рентгена сложно сказать. Извините, тороплюсь. Спасибо, доктор. Лада. Девочки, пошли. Простите. Я очень виновата, я перед всеми виновата. Я не хотела срывать выступление. Ну, почему ты мне сразу не сказал? Я хотела заработать на лечении отца. Ладно, успокойся, я не свершусь. Правда? Я постараюсь оставить тебя в трупе, но о гастролях не может быть и речи. Ногу нужно лечить. Я поговорю с владельцем фламинго, возможно, он пристроит тебя на какую-нибудь работу. Спасибо вам. Вы мне как мать. Крестная мать. Да не переживай ты. Все наладится. Мы вернемся с гастролей, и ты не заметишь. Наверное, ты права. Слушай, а может, сегодня поедем? Куда? Искай диджей, Ника. Тебе отдыхать надо и ногу беречь. Это последнее, что мне сейчас хочется. Лежать, страдать и беречь ногу. Я и так всю жизнь страдаю и терплю. Хватит. Ты даже не такая овечка, как я думала. Мне сейчас очень нужно быть сильной, чтобы валить отца и найти диджея Ника. Тебе отдыхать сейчас нужно. Вряд ли твоему Нику понравится, если по дороге к нему, у тебя ножки отвалятся. Нет, сначала в министерство. Отец попросил документы завести. Тебе в министерство? Ушам свою не верит. Ты сейчас в ней заболел? Да. Он помог мне, я обещал помощи ему. Я думал, Тарас отвечает за все важные дела в вашей семье. Тарас отвечает, но здесь другой случай. Главное, что, кажется, я ее встретил. Да ты что, мотылька? Да. Садись, потом расскажем. Здесь выезд нельзя парковаться. Шлагбаум не видишь. Давай, отъезжай, рукой машешь. Обнаглели. Открыто! Ты? Здесь разве не Никита живет? Никита, Никита. А кто такой Никита? А, да. А он тебе зачем? И правда. Здесь же есть ты. Будешь? Нет. Да. Ну и нора. Как ты тут вообще живешь? Нора, нора. Заладили. Нормальная хата. А ты что вообще припёрлась? Знакомая вещичка? А ты ее просто так не получишь. Просто так не получишь, да? Не получишь. Нет. Просто так не получишь. Просто так не получишь. А вот так вот. А, да? Куда ты собрался, котик? А, по делам, птичка, по делам. Хорошо, тогда я приготовлю нам ужин, котик. Так, слушай. Мне надоели вот эти вот все эти, правда, котики, птички. Собирайся и вали отсюда, на. Куда же мне идти? Да я не знаю, куда хочешь идти, ты уже не маленькая. Тем более, хата не моя. И вообще, я от тебя очень сильно устаю. Твоим налево, братцы. Ну ты сволочь. Вот, оговорила, котик. А ты, подожди, пиджак. Нужен, нужен мне пиджачок. Пиджачок. Знаешь, а давай, давай все-таки не будем ссориться. Давай не будем ссориться. Давай. Все-таки, все-таки между нами было и хорошее, правда. Было, было, да. Было и хорошее, да. Спасибо. Девка, огонь. Тебе помочь? Сама. Молодец. Здравствуйте. Извините, а вы не подскажете, у вас работает диджейник? Зачем вам какой-то диджейник? У нас свой диджейник, который имеется. Заходите, девчонки. Спасибо. Пошли. Идем. Я уже не уверена, что он существует. Да мы его найдем, не волнуйся. Ну я же его видела, значит, это человек, а не фантом какой-то. Ой, прости, надо бежать, не могу на самолет опоздать. Чего творчество не клеится? Ты из-за нее? Из-за мотылька? Да я... Я не понимаю, почему она не звонит. Я же оставил ей номер. Забей. Будь легче. Никит, дожди. Никит, прыгай. Все, понял, понял. Все, не мешай, работай. Девочки, поторапливайтесь, на улице дождь. Хорошо вам выступить. Спасибо, дорогая. Ну что, подружка, пока? Пока. Давай, не на век прощайтесь. Лечи ногу, ни о чем не переживай. А мне и некогда. За отцом больным нужно ухаживать. Молодец. До свидания. Алло? Леся? Откуда ты здесь? Что? За отцом больным пришла ухаживать? Это правда? Давай. Субтитры подогнал «Симон»